Здравствуйте, дорогие друзья! Мир вашему сердцу! Пусть благодать Божья укрепляет каждого, кто уже в этот день осознал, что новый день наступил, и вы можете в него вступать. Каждый из нас это делает сегодня. И пусть уверенная поступь позволит нам не останавливаться на достигнутом, простираться вперед, зная, что то, что нам дал Бог, это не назад смотреть. Потому что вперед, задним ходом в светлое будущее не въезжают. Поэтому нам очень важно понимать, что наш перспективный путь – это туда, где нас ожидают всегда новые вещи, новые возможности, и даже что-то прежнее, но оно уже по-новому будет восприниматься. Читали ли вы когда-то одну и ту же книгу в разные возрастные периоды? И поэтому ваше восприятие этого текста всегда будет другим. И точно так же с Библией. Когда мы читаем в течение всей жизни эту книгу, она с нами разговаривает по-разному, потому что мы проходим разные этапы, мы проходим разные состояния собственной души, и поэтому так важно на данном этапе прочитать то, что нас будет питать, что нас делает крепче, сильнее и мудрее. Поэтому и сегодня мы с вами продолжаем рассматривать жизнь Давида, который узнал о том, что Ахитофел в числе заговорщиков. Для него это был удар, реальный удар, потому что он-то точно понимал, Ахитофел – это человек, который очень значим в своем совете. Это знал не только Давид, это знал и о Весолом. Поэтому, когда он привлекал людей к себе, то он имел в виду привлечь значимых людей. Как правило, люди, которые рядом с вами, люди, которые рядом с нами, те, которые нас окружают, они точно знают ключевых людей, на которых ты или я опираемся. И поэтому удары могут наноситься точечно. И так важно, друзья, чтобы мы реально понимали, что даже если ушли такие люди, как Ахитофел, может быть, тот отвернулся подобного рода, но у Давида была очень ключевая фраза – «Господи, разрушь совет Ахитофела». То есть он понимал, что по-человечески это невозможно. Только Бог может вмешаться и разрушить совет, который считался наравне с Божьим. Потому что если Ахитофел, как советник, даст Ахитофел те действия, которые надо осуществлять, и Авесолом последует этим действиям, то, конечно, поражение будет дышать в лицо Давиду. И поэтому он сейчас понимает. И, кстати, обратите внимание, война началась на интеллектуальном уровне. Это тоже то, что является хорошим прообразом для современности. Потому что сегодня именно идет борьба мозга, борьба вот этих интеллектуальных ресурсов по странам, по континентам, по национальным каким-то площадкам. И поэтому так важно, друзья, чтобы мы с вами могли понимать, если есть что-то, как заговор против нас, даже на порядке выше нашего размышления, то мы можем отдать Богу и сказать «Господи, разрушь совет Ахитофела». Может быть, по каким-то другим параметрам силен человек, то мы тоже можем туда пригласить божественное вмешательство, если мы сами по-человечески не можем разобраться, а там есть несправедливый подход. В данном случае мы понимаем, что Ахитофел поднимается против Давида с какими-то личностными состояниями сердца. У него есть претензии к Давиду. Просто так он не пошел бы против него. И эти претензии, которые мы с вами пытаемся обнаружить. Я думаю, чем мы ближе подходим, тем вы ближе и быстрее сможете сами разгадать и этот лабиринт, найти выход. И поэтому сейчас я хочу вместе с вами, совершая уже движение в молитвенной жизни против всех событий, которые могут быть как бы против нас. Но на самом деле, чем больше обстоятельств против нас, тем больше возможностей Божьих, которые будут включены в нашу ситуацию. Небесный Отец, ты видишь, что так много обстоятельств, которые сегодня нам кажутся непроходимыми. Но я благодарна тебе, потому что у тебя ключи, у тебя возможности. И там, где закрытые ворота, закрытые двери, у тебя тот ключ, который легко откроет самые большие ворота. И я благодарю тебя, что мы сейчас можем молиться к тебе и сказать, Господи, разрушь совет Ахитофела, если он идет против нас на разных уровнях власти, на разных уровнях влияния, на разных уровнях нашего окружения. Я прошу у тебя этой милости, потому что мы не знаем всей ситуации целиком, а ты знаешь больше, чем это видят наши глаза. Поэтому я просто высвобождаю вместе с Давидом это слово. Разрушь совет Ахитофела, если таковой есть против нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, друзья. До новых встреч. До свидания.